добрый день на связи максим петров и в этот раз злата мы рады приветствовать вас на канале max capital на котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим о том как формировать собственные инвестиционные портфели в одном из видео мы говорили о том что готовы будем составить личные инвестиционные портфели для златы и для того чтобы вы понимали с чего начинается составление любого инвестиционного портфеля это с ресурсов то есть некий такой просто лист то есть какие ответы на какие вопросы нужно получить для того чтобы сформировать личный финансовый план поэтому сегодня наше видео будет посвящено какие вопросы стоит задать на какие вопросы необходимо получить ответы или хотя бы предположить какие-то ответы чтобы в дальнейшем личные финансовые цели которые ставят перед собой человек можно было бы интегрировать личный финансовый план с тем чтобы достичь его Второе видео у нас будет уже непосредственно решение То есть будет личный финансовый план, как он смотрится на бумаге Что он из себя представляет и что для этого нужно сделать Для того, чтобы достичь личной финансовой цели Итак, давайте приступим Давайте, Максим Я правильно понимаю, эти вопросы нужно задать самому себе Чтобы смочь самостоятельно составить себе инвестиционный план Да Хорошо Так, ну, во-первых, мы определяем возраст Начало инвестиций То есть сколько лет? 24 24 Когда мы говорим о постановке финансовых целей То есть нужно взять какие-то определенные ориентиры Есть очень хорошая книжка Книжка называется, вот она Деньги мастер игры Тони Робинс Вот такую книжку можно приобрести И здесь очень хорошо идет про цели полагания То есть никакому кораблю не будет попутное ветро Если нет порта назначения Соответственно, мы тоже на одном из видео про это говорили Есть уровни финансовых целей Они там разделяются на НЗ Неприкосновенный запас Финансовый резерв Финансовая безопасность Финансовый достаток Финансовая независимость И финансовая свобода Начинать любые инвестиции нужно с неким целеполаганием Чтобы это рассчитать И начинаются они с текущего момента То есть где я нахожусь в настоящий момент И неприкосновенный запас Он должен равняться Равняться двум постоянным ежемесячным расходам Сколько постоянные ежемесячные расходы Это кредит, это арендная недвижимость Это коммунальные платежи Это если есть дети Соответственно, садик Ну, вот некие такие постоянные платежи От которых отказаться невозможно Сколько они составляют? За два месяца? Да Ну, в месяц можно сказать Постоянно расходы За два месяца За два месяца сто тысяч Пятьдесят тысяч в месяц Да? Финансовый резерв, соответственно, считается в размере Шести постоянных расходов То есть мы пятьдесят умножаем на шесть Получаем триста Финансовая безопасность Это сколько реально тратится То есть если не постоянные расходы брать А вот реально расходы, которые там включают уже И непостоянные какие-то траты рестораны Развлечения, путешествия Давайте возьмем семьдесят Тоже умножаем на шесть Или двенадцать Соответственно, у нас есть сервис расчета уровня финансовой безопасности Воспользуемся, заполним Люди, соответственно, могут скачать это по ссылке под данное видео Здесь мы получаем минимальные значения Четыреста восемьдесят тысяч рублей Умноженные на шесть Более конкретные цифры будут понятны Из формулы расчета Финансовый достаток определяется Как ежемесячные расходы Умноженные на Семьдесят пять Пять двести пятьдесят миллионов Финансовый достаток Это, соответственно, ежемесячные расходы Нужные на сто пятьдесят Получается Десять пятьсот Угу Финансовая свобода тоже нужно подумать А вот сколько денег хочется Прямо в месяц Чтобы были Просто так, из ниоткуда Да Ну, я думаю, двадцать миллионов В месяц Да Тогда Вот кисточек На что я потрачу Да Одна минута Куда будет тратиться Двадцать миллионов рублей И пока я вот это Вот все не сделаю Я, соответственно, не могу инвестировать Нет, прямо сейчас Мы говорим о том Что есть какие-то цифры в голове Двадцать миллионов Человек хочет получать в месяц На инвестиции направлять нельзя А, вот чисто на себя Чисто на себя Куда они будут ежемесячно На что они будут тратиться Надо успеть за минуту, да? Да Все кончилось Триста тысяч в месяц спорт Да я не знаю Это деньги с головы Пять миллионов четыреста Пять миллионов четыреста То есть у нас, получается, мозг говорит о том Что, ну, как бы, хочется двадцать Надо много Надо много, да Но по факту, получается С какой проблемой в этом случае Будет сталкиваться мозг, да То есть у него будет внутренний соподаж Того, что я хочу И того, что действительно нужно Мало того, даже если Будет возможности То есть будет некая фокусировка И прихода больших денег В размере двадцати миллионов рублей в месяц То мозг будет избегать Он будет бояться Он будет страшиться Потому что люди не знают, что делать Большими деньгами И как раз таки, когда происходит Приход больших денег И сохранение большого капитала Вызывает очень много сложностей То есть люди там теряют очень много денег И очень много переплачивают Это говорит о том, что Часто люди могут говорить Я хочу миллиард Я хочу сто миллионов Я хочу двадцать миллионов Но по факту нужно быть реальным По одной простой причине Что иначе будут избегания И на первых порах Нужно быть честным Перед самим собой То есть вот прямо сейчас Как правило, да Когда люди говорят И мы говорим о финансовой свободе То есть цифры, которые хочет человек Они превышают его текущие доходы Где-то в два-три раза Ну то есть это вот практика такая То есть если сейчас доход в районе Составляет ста, двухсот тысяч рублей То если быть честным с самим собой И не лезть куда-то там В космические дебри То можно говорить о том Что финансовой свободы Стала бы цифра где-то в районе Пятисот, семисот тысяч рублей То есть порядка десяти тысяч долларов Вот сейчас прямо к тебе приходит человек И говорит, я беру тебя на работу Заработная плата будет Семьсот тысяч в следующие десять лет Да, я бы согласилась Поэтому здесь получается Это значение будет в районе Умножаем на сто пятьдесят Приходим к сумме семьдесят пять миллионов Почему для многих людей Особенно в Америке за рубежом Вот цифра в миллион долларов Является неким таким критерием богатства Потому что сумма больше Она начинает, как я уже говорил Вызвать серьезные проблемы С другой стороны Если мы говорим о том, что есть капитал Ликвидный капитал в размере Десяти миллионов долларов В текущий момент это как раз Мы выходим на цифру Порядка семидесяти пяти миллионов Рублевого эквивалента То если человек имеет такой капитал С доходностью на сунду портфель В районе двенадцати процентов Годовых чистой доходности То он получает Десять тысяч долларов На пассиве От дивидендов От своих инвестиций И если есть Пассивный доход в размере Десяти тысяч долларов То в этом случае Человек может позволить Хорошую медицину Он может позволить Индивидуального тренера По спорту Абонемент Остеопата Там я не знаю Различные косметические услуги Он может себе позволить Он может дать хорошее образование Своим детям И не одному Он будет ездить на автомобиле Который куплен в кредит Но при этом кредит Выплачивает его капитал То есть пассивный доход В десять тысяч долларов Он приносит Некую такую комфортную сумму Для инвестирования И поэтому Для абсолютного большинства людей Вот эта вот цифра В миллион долларов Она как бы является Неким таким ориентиром К которому стоит прийти Я просто объясняю это Что может быть Часто Особенно У молодых людей До тридцати лет Очень высокие амбиции Очень большие желания И в этом случае Получается Что происходит Вот этот конфликт Внутри нейронных сетей То есть хочется много Желательно работать бы Поменьше Но при этом Чтобы деньги приходили И в итоге Получаем К тому что В 30-35 разочарования Люди там Приземляются Немного Это не к тому Что нужно приземлиться Это к вопросу о том Что понимать Можно и эти цифры иметь И мы сейчас По итогам консультации Поймем Что в качестве эксперимента Можем даже пожелать Там 20 миллионов Может это быть или не быть И в каком временном Примежутке времени Ну и абсолютная финансовая Свобода Когда мы себе Вообще ни в чем не отказываем Вот вообще ни в чем Мы не отказываем Фантазируем Заграница Личный самолет Там не знаю Личный водитель Мерседес С-класса Вот сколько Сколько денег В этом случае нужно Я сейчас скажу Вы меня не попросите Написать за минуту Нет Сто миллионов Приземлил Сколько стоит Перелет Бизнес джетом Чартер Я не знаю Я хочу Ну в Европу Порядка Десяти пятнадцати тысяч Долларов А у нас вышло больше Абсолютная финансовая Свобода Все равно Конечно больше Ну то есть Здесь стоит Просто подумать Действительно Ни в чем себе Не отказывай Это зарубежная Недвижимость Это какие-то Катамараны Это путешествия Это какие-то Ретриты Да Там я не знаю Это какие-то Мы же смотрим В будущее Да То есть Это возможно Какие-то Не знаю Омолаживающие Процедуры Которые могут быть И поэтому Здесь должна быть Какая-то цифра Такая Из разряда Что она бросает Вызов Но есть конкретные вещи От которых тратится Мы же не стоим на месте Мы развиваемся И здесь вопрос Темпов С какими мы развиваемся Поэтому То есть Сейчас Вот мы написали То есть У нас получилось Семь уровней Финансовые цели Заначка 100 тысяч Финансовый резерв 300 тысяч Финансовая безопасность 480 тысяч Финансовый достаток 5 миллионов 250 тысяч Финансовая независимость 10 миллионов 500 тысяч Финансовая свобода 75 миллионов рублей Абсолютная финансовая свобода 100 миллионов рублей То есть Это мы прописали Такими очень широкими Мазками Цифры Желательно Чтобы за этими цифрами Еще стояли Какие-то Конкретные цели И это уже Прописывается Лично в финансовом плане Второй момент Мы То есть Пункт номер 2 Мы смотрим Где мы сейчас находимся А сейчас Для этого Мы смотрим Какие у нас доходы В год Миллион 500 Какие расходы В год 840 тысяч Дельта У нас получается Миллион 500 Минус 840 660 Сколько сейчас Ликвидные активы Составляют 300 тысяч Когда мы хотим Обрести финансовую Независимость То есть Размер нашего Ежемесячного Расхода 100% Формируется За счет Пассивного Дохода То есть Когда мы хотим Иметь капитал 10 миллионов 500 тысяч Объективно Я постараюсь Объективно Вопрос Объективно Не объективно Ну то есть С лично С финансовым 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 Консультантом Общаются Как с личным Врачом То есть Можно 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 Что-то Придумывать Можно Подстраиваться Можно Что-то Фантазировать Но в итоге Лечить будем То, что Придумано В голове Поэтому Если хотим Чтобы нас Лечили От того, что У нас болит Можно Рассказывать Симптомы Того Что Болит Поэтому Тут Вопрос Объективности Хорошо Я поняла Давайте Через 5 лет Это можно Вылечить Сейчас Будем Смотреть То есть Моя Задача Собрать Сейчас Что Есть Какие Могут Быть Финансовые Цели Исходя Из Текущего Состояния Доходов Второе Посмотреть Какие Есть Активы Мы Посмотрели На Активы Какие Есть Ликвидные Есть Еще Неликвидные Активы И Какие Есть Неликвидные Активы Доля В каком Нибудь Объекте Недвижимости Я не знаю Доля В бизнесе То есть Что Что Есть Такого Квартира Доля Собственности Сколько 50% Сколько Рыночная Цена 15 Миллионов Как Новодоль То есть 7,5 Миллионов Поставьте Лайк Пожалуйста Я Так Нервничаю Ну То есть Оценочная Стоимость Но Здесь Нужно Понимать Кому Она принадлежит И Вероятность Сейчас Про это Речь Не идет Мы Это Обязательно Впишем В личный Финансовый План Просто Какова Вероятность Ну Процент Вероятности Того Что Ты Придешь К другому Собственникам Которому Принадлежит Тоже 50% И скажешь Слушай Вот Забирай Выкупай Мои Доли 50% Нет Скорее Мне Отдадут Эту Долю Скорее У меня Процент То есть Есть Актив Есть Право Собственности 100% Право Собственности В этом Активе Этим Активом Нужно Посмотреть Какой Он Приносит Доходность И Приносит Кли То есть Если Это Просто Недвижимость С Братом Или Сестрой Допустим Которая Принадлежит Направить Собственность Которая Мне Не Нужно Я Готов Отдать Вопрос Что С Вариант И Поэтому Просто Над Этим Стоит Подумать Потому Что В личном Финансовом Плане Будет В том Числе Расчет Того Что Мы Выходим В кэш По Данному Объекту То есть Каким Образом Мы Можем Получать Потому Что Нам Сейчас Нужно Простроить Во Рисковую Составляющую Своего Инвестиционного Портфеля Или Мы Берем Свои Активы Которые Сейчас Неликвидны И Превращаем В Более Ликвидны В Более Доходный Инструмент Это Страшно Давайте Первым Думе Посмотрим С Какой Доходностью Сейчас Работают Инвестиции Вот Если Ты Прямо Сейчас Вложишь 300 Тысяч Рублей Куда Бо Вложила И Какую Доходность Имела Банк Аэрофлот И Какую Рассчитывала Получить На этом Доходность Процентов 12 12 Процентов Есть Такая Отличная Формула То есть Мы Хотим Узнать Что Если Мы Вкладываем 300 Тысяч Рублей Под 12 Процентов Годовых В Течении Пяти Лет То Сколько У нас Будет Через Пять Лет Посчитаем Лейтел 528 Тысяч Рублей Грязная Доходность Если Мы Берем Индексные Фонды И Увеличиваем Горизонт Инвестиций Средняя Доходность Российского Рынка Составляет Порядка 15-20 Процентов То есть У нас Есть Текущий Актив Ликвидный Актив Который Мы Можем Добавлять Что Мы Здесь Добавляем Доходы Минус Расходы 660 Тысяч Это Я Могу Каждый Год Вкладывать Да Но Здесь Нужно Быть Ити От того Что Мы Можем Сделать Сейчас И Что Ну Должны В итоге Изменить Еще 660 Тысяч Соответственно Под 12 Процентов Это Каждый Год Да Получаем 4 миллиона 88 тысяч Рублей Это И 300 Тысяч И 660 Каждый Возможный Год Да И Через 5 лет При этом Цель У нас Стоит 10 500 Она У нас Не Получается Соответственно Нам Нужно Изменить Этот Показатель То Наши Текущие Знания И Ожидаемая Доходность Соответственно Она Не Позволяет Прийти Прийти К этому Можно Двумя Путями То Первое Мы Увеличиваем Горизонт Инвестиций То Получается Через 5 лет Это 29 Лет Почему Это Должно Быть Через 5 Лет Просто Так Через 5 Лет Хочу Купить Квартиру Если Мы Будем Работать С Такой Нормой Доходности Мы Наш Финансовую Цель Не Достигнем Поэтому Получается Нужно Работать Над Тем Что Или Увеличивать Риск То есть Делать Это Более Рисковые Инвестиции Это Первый Вариант Связан С тем Что Мы Увеличиваем Рисковую Составляющую Получаем Более Высокую Доходность Но И Должны Быть Готовы Принять На Себя Более Высокий Риск Второй Вариант Мы Говорим О том Что Мы Увеличиваем Горизонт Инвестирования То есть Если Это Тут Прибавить Еще Плюс Накопленным Итоком Совокупная Сумма Прибыли Которая Будет Она Будет Более Высокая И Соответственно Не Получится Через Пять Лет Получится Через Восемь Семь Лет То есть Мы Можем Прийти К Этой Цифре И Третий Вариант Заключается В том Что Мы Увеличиваем Сумму Которую Непосредственно Будем Распоряжаться И Здесь Вопрос Какой Вариант Более Реалистичен На Твой Взгляд Я Могу Увеличить Вот Эту Сумму Насколько Увеличить Активный Доход Давайте Представим Что В полтора Раза Знаешь Как Это Сделать Представляю Смотрите Я повыше Свою ценность На рынке Буду стоять Два раза Дороже Полтора Еще раз Одна минута Я сейчас Время засеку За Одну минуту Нужно Написать Пять Вещей Которые Позволят Увеличить Доход В полтора Раза Следующие 12 Месяцев Я могу Написать Одно Нет Надо Пять Я Успела Да Отлично Ладно Отлично Вообще Вот это Все Ничего Не сработало Ничего Не сработало Абсолютно Нужен план Б Еще Нужно За минуту Написать Пять вещей Которые Позволят Увеличить Следующие 12 месяцев Активный Доход Ничто Из этого Не сработало Ничто План Б Минута Пошла Злата Отлично Все получается А теперь Переворачиваем Листочек Ничто Из этих Не сработало Нужен План С Пять Вещей Которые Позволят Активно Увеличить Доход На 50% Следующие 12 Месяцев Хорошо На самом деле Есть еще Четвертый Вариант Но мы Не будем Этого Делать Здесь Про что Идет Речь Про то Что Вопрос Включения Нейронных Импульсов То есть Когда у Человек У него Есть представление Тем или иным Образом Как может он Увеличить Активный Доход Почему Сейчас Очень важно Это на стадии Консультирования И здесь С позиции Того Что мы Как раз И делаем В рамках Закрытого Клуба Инвесторов Это Именно Разогнать Свою нейронную Систему До того уровня Вот если Сейчас Здесь Посмотреть Каждый На самом деле Из этих Списков То есть В общей сложности Будет 20 вещей Которые позволят Увеличить Активный Доход На 50% Почему Я про это Говорю Потому что В лично Финансовом Плане Сейчас Если мы Говорим о том Что реально Увеличение Допустим Активного Дохода Процентов На 30% Практика Показывает Люди Могут Комфортно Но Увеличение Дохода На 50% 70% Или 100% Это неким Таким ступором Является Который Очень сложно Преодолеть Опять же Почему Сейчас В рамках Данного Видео Мы об этом Говорим Мы говорим О том Что есть Некий Снимок Где мы Находимся Сейчас Есть Некое Представление Куда мы Хотим Прийти Наше Собственное Я являюсь Проводником У меня есть Определенные Знания Навыки Умения Для того Чтобы Достичь Определенных Целей И здесь Мы понимаем Что достичь Цели В рамках Финансового Капитала Мы можем За счет Эффективности Инвестиций За счет Риска Инвестиций И за счет Увеличения Стоимости Активов Которые Мы можем Туда Внести И в большинстве Своем Люди Упираются В то Что они Ждут Сверх Высокой Доходности Мы еще Про это Поговорим В следующем Видео Они ждут Сверх Высокой Мы можем Вообще В принципе Не менять Нормы Доходности В 12% Годовых Мы можем Только Оперируя Горизонтом Инвестирования Или же Увеличением Активного Дохода Да Изменить Личный Финансовый План И Это В рамках Личного Финансового Плана Который Я подготовлю Это будет Непосредственно Отражено Чтобы было Понимание Насколько Человек Себя Недооценивает В длительном Промежутке Времени Насколько Он себя Переоценивает В краткосрочном Промежутке Времени В принципе На сегодня Мне этой информации Достаточно Если честно Я бы на самом деле Советовал Здесь То что было Написано Листочки Которые Человек Сам пишет Это Как увеличить Доход Да Они остаются У тебя С тем Чтобы проработать Именно эти моменты Да То есть Что Из вот этого Всего Можно прямо Сейчас Взять И реализовать Ну Есть тоже Такое Хорошее Упражнение Три линзы Три линзы Посмотреть На свою Текущую Ситуацию На самом деле Это офигенная Штука Которая Это позволяет Сжимать Время В 10 раз То есть Любое Время Сжимается В 10 раз Когда ты Смотришь Через Три линзы И в этом Случа Ты пишешь Какую-то Измеримость Я не знаю Выучила Иностранный Язык То есть Ты на самом Деле Овладела Языком А как Узнать Что ты Владеешь Языком Это значит Что ты Выучила Две с половиной Тысячи Самых Основных Слов Окей Хорошо Если Две с половиной Тысячи Слов Овладела Через Год То Сколько Ты должна Через Месяц Декомпозиция И поставить Себе Цели Маленькие Получается 240 слов Условно В месяц Окей Если 240 слов В месяц Выучиваешь То Что Ты должна Сделать В следующей 7 дней Это 7 21 21 Слов В день И выходит Что Не так Уж Много Да И тогда Задается Вопрос Что Ты Сделаешь Прямо Сейчас Вернусь Домой Выучу 21 Слов Ну То Здесь Получается Не просто Проще Это Особенно Делается Взрыв Когда У людей Есть Боль Боль Связанная Не знаю Человек Говорит Я хочу Финансов А он На самом Деле Хочет Отношений И То Получается Что Его Проявление Запрос Идет На том Что Я хочу Сформировать Инвестиционный Портфель А на самом Деле Он Отношений Хочет Просто Ну То 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 Он Хочет Пару Да Он Запипирился Быть Один И Но Это У него Находится В подсознании И он Этого Не Осознает И Вот Упражнение С Тремя Линзами Мы Можем Это Сделать Треть Ну То Вообще Здесь Кем Ты Будешь Если Ты Вообще Ничего Не Поменяешь Ну Если Ты Будешь Делать В рамках Тех Ожиданий Которые Ты Для Себя Установила Я Тебя Могу Показать Что Ты Можешь Иметь Если Ты Изменишь Отношения Своей Недвижимости Активов Да И Паттернов Которые У тебя Сформированы Да То 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 К Я Не Могу Сказать Что Ты Изменишь Жизнь Кардинально То То Есть Вещи Связанные С Упражнением Три Линзы Там Не Придется Чего Кардинально Менять Там Просто Отношения Прихо Ты Меняешь И У тебя Время И Сжимается Да То То До Того Что Коучинг В принципе Это Коучинговые Инструменты Три Линзы Когда Человек Вот Так Вот Начинает Работать У него Нет Вопросов Что Сделать Завтра Что Сделать Прямо Сейчас Он Берет И Делает И Здесь Если Еще Там Использовать Лайхаки Которые Я дам В плане Увеличения Активного Дохода Но Вот Эти Цели Их Можно Будут Достигнуть 10 Миллионов Года За два Максимум Пожалуйста Давайте Снимать Продолжение Твоего Видео Поставьте Лайк Напишите Комментарий Но Здесь Еще раз Где Он Находится Сейчас В идеале Мы Не Заглядывали В Прошлое Как Мы К Этому Пришли Можно Было Быть Декомпозицию Мы Тоже Это Как Вариант Людям Предлагали Но Все Так Мы Двигаемся Вперед И Здесь Очень Важный Вопрос Как Ты Двигаешься Вперед Что Влияет На Общее Увеличение Капитала На Стадии Формирования Капитала Очень Важно 50% Активного Дохода Не Нужно Покупать Тачки Так Как Бода Шафер Говорит Когда Я был Уволен Но Я ездил На крутой Тачке Мой Наставник Сказал Продай Тачку Езди На Велосипеде То Машина У тебя Должна Стоить 5 Твоих Ежемесячных Доходов Максимум Но Если Я буду Так Считать То Я Буду Ездить На Велосипеде Значит Ездить На Велосипеде Ну Дай Себе Обещание Что Когда У тебя Будет Миллион Долларов Ты Купишь Ту Машину Которую Ты Действительно Хочешь Вот Примерно Таким Образом Это Происходит То Здесь Кардинальных Смен Действий Нет По Другому Смотришь На Вещи Которые Ты Делаешь Прямо Сейчас Потому Что Если Не Будешь Другого Ну Как Эйнштейн Говорит Глупо Ждать Новые Результаты Совершая Одни И Те Ж Действия Здесь Вот Задача Какие Важные Действия Нужно Поменять А Это Позволяет Сделать Цифры Потому Что Сколько Годно Долго Можно Человеку Объяснять И Рассказывать Что Нужно Инвестировать Как Он Может К Этому Прийти Но Когда Он Сам Не Видит В Динамике Его Переубедить Очень Сложно А Динамику Я Обязательно Покажу В Следующем Видео Поэтому Друзья Если Вы Хотите Увидеть Следующее Видео В Динамике Как Это Будет Напишите Пожалуйста В Комментарии Что Хотим Продолжение Наберем Тысячу Комментариев Обязательно Сделаем Продолжение И Личные Финансы План Златы Будет Уже У нас Динамике Спасибо Максим Пожалуйста Всем Пока На связи Был Максим Петров До Свидания И Удачи